Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений о техническом состоянии доложил главный инженер станции Алексей Лещенко. У производственной деятельности в работе у нас три энергоблока, суммарная нагрузка 2946 мегаватт. Директор станции Павел Лубенский сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну на 6 утра фактическая мощность 22759 мегаватт, что составляет 100,04%. В работе 29 энергоблоков, в ремонте 8. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2949 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 6 дней июля энергоблоками Смоленской АЭС выработано 352 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 1 миллион киловатт-часов. С начала года выработка составила более 10 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 176 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В корпоративном конкурсе концерна «Росэнергоатом. Лучшая АЭС России» по итогам работы в 2020 году Смоленская АЭС заняла первое место по основному показателю эффективность работы на рынке электроэнергии и мощности. Как отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, неизменно главным приоритетом остается безопасная и устойчивая эксплуатация энергоблоков. От надежной и безотказной работы оборудования, профессионализма персонала зависит выполнение плана по выработке электроэнергии. По словам первого заместителя главного инженера Смоленской АЭС по эксплуатации Вадима Скирды, сплоченная работа всех подразделений и подрядных организаций, своевременно принятые беспрецедентные меры по организации санитарно-эпидемиологического режима обеспечили непрерывность производственного процесса и помогли не потерять ни одного киловатта электроэнергии и даже перевыполнить намеченный план. День директора на Смоленской АЭС проводится в целях повышения информированности работников, вовлеченности персонала, донесение наиболее значимой информации о работе и предстоящих задачах станции, госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом». Павел Алексеевич отметил результаты 2020 года подразделения персонала «Смоленская» с положительной. Поставил задачи на 2021 год, второе полугодие, сделал акценты, в каких направлениях нужно работать. Но особое внимание было уделено здоровью и вакцинации персонала «Смоленской АЭС». Были поставлены задачи на следующие полугодия, то есть это вопросы, связанные с безопасной эксплуатацией, вопросы, связанные с проведением ремонта первого энергоблока, вывозом эшелона отработавшего ярдерного топлива. Были озвучены также вопросы, связанные с соблюдением противоэпидемиологической обстановки, то есть необходимость приобретения коллективного иммунитета всем коллективам «Смоленской АЭС» для того, чтобы выполнить поставленные производственные задачи. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленской АЭС» с важными событиями из жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе «С АЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках в Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.